Конфликт между Зеленским и Залужным нарастает, как сообщают западные эксперты. Часть батальона Торнадо уничтожена. Европейские лидеры хотят построить бункер, чтобы спрятаться от Петрова и Баширова. Наступление на Харьковском направлении, а также на Южном направлении, как сообщают ряд источников, в том числе и Американский институт изучения войны. Ну а также прилеты на родину Владимира Зеленского в Кривой Рог и уничтожение ряда объектов. Ну и использование хаймарсов против поселков Донецкой и Луганской области. Приветствую друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 10 июля 10.00. И начну я с темы, которая в принципе уже долго обсуждается в соцсетях, а именно конфликт между Зеленским и Залужным. Ряд его отблесков этого конфликта мы видели в контексте того, что можно ли уезжать гражданам с постоянного места жительства и перемещаться в другие поселки со своего места проживания или нет. Тогда Зеленский выступил против и сказал, что его ставили в курс, чтобы генштаб не принимал никаких решений. Но оказывается все еще глубже. Дело в том, что, как сообщают ряд уже западных изданий, Зеленский пытается найти виноватого. Виноватого в проигрышах на фронтах Украины. Ну а от положений на фронтах зависят в том числе возможные поставки вооружений, потому что ряд западных лидеров уже как-то начинают сомневаться. Ну а некоторые обвиняют даже Германию в саботировании определенных процессов, ну в частности Шольца. Кстати, европейские лидеры хотят построить бункер, чтобы прятаться от Баширова и Петрова. Ну так, во всяком случае, они объяснили, чтобы не было доступа российских шпионов и других шпионов к секретным решениям. Ну а как же утверждение, что они ничего не скрывают, в том числе от граждан собственных стран? Вопрос остается открытым. Ну а по Зеленскому и Залужному как бы ничего удивительного, потому что, как говорится, у Победы много различных авторов. А у поражений найти невозможно. Поэтому Зеленский пытается с себя сбросить часть ответственности на Залужного. Кстати, сейчас попытки активно использовать те самые Хаймарсы и плюс еще обещание дать дальнобойные ракеты, как раз связаны с тем, чтобы попытки показать, что видите, мы что-то можем, и при этом обстреливаются поселки. А также города, чтобы показать западным своим кураторам, что мы что-то можем. Ну а тем временем ряд западных экспертов весьма скептически к этому всему относятся. Ввиду того, что Россия не полный еще арсенал средств применила. Ну а институт изучения войны, американский, и вовсе строит определенные прогнозы, очень неутешительные, кстати, для Зеленского. Кстати, друзья, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал, там я разместил ряд интересных материалов, которые здесь разместить не могу. И самый, что ни на есть, американский институт изучения войны прогнозирует, что Путин не будет останавливаться на достигнутом и, скорее всего, что хочет занять Харьковскую область. А также институт предполагает о полном занятии юга Украины. И, кстати, если вы помните, когда поднимался вопрос, будут ли поставляться в Украине дальнобойные ракеты, в том числе для Хаймерсов, до 300 километров сейчас планируется поставлять в Украину, Лавров тогда ответил, что придется отодвигать границы военной компании, чтобы те самые Хаймерсы просто не могли достать. Ну а Зеленский в своем очередном видеообращении пытается поднять моральный дух всех. С одной стороны, кстати, он выступил, тоже можете посмотреть на моем телеграм-канале, поздравлял там, скажем, как-то очень по-днишнему в тамбуре вагона возле туалета. Но также он требует еще более мощных, более дальнобойных вооружений, тогда он точно покажет всем. Ну а тем временем военные чиновники Украины вдруг неожиданно заявили, что тот самый железный купол, о котором сначала, помните, рассказывали очень много, не может быть применен в Украине. Хотя по факту им никто этого и не предлагал. Но это же Зеленский и его команда. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.